так всем привет на моем канале вязание сегодня у нас что-то там какой-то там день какой-то такой пасмурный немножко день на самом деле время уже почти обед а на улице в окошке все такое ощущение будто еще даже не посветлела только только-только вот скоро посветлеет такой туманище и еще серость у меня такая казалось вчера погода не очень ну вот для сравнения до сегодня посмотрите что делается в окно хочу отснять видео на прошлой неделе пробовала снимать такое видео но даже не помню что там пошло не так наверное просто столько не связала развлекательного характера как обычно и буду продвигать свои процессы это будет успеть за час хотела 3 у 3 на 3 но понимаю что скорее всего столько я не успею подавязывать уже может быть на следующей неделе тогда три вас играем значит успеть за час смысл проекта я думаю что все уже знают но на всякий случай для вновь подписавшихся или вообще для тех кто совсем недавно начал вязать напомню правила правило не правило просто смысл скажем так игры да мы берем процессы сколько угодно захочется три четыре пять шесть десять сколько кому надо сколько у кого есть да или допустим можно взять новые моточки и начинать новые процессы и каждому из этих процессов будем уделять по часу времени и потом уже дальше рассказывать о продвижениях этих процессов значит я решила что я с собой возьму ну в большинстве случаев то что у меня сейчас в работе да потому что ну когда то что-то надо закончить вот сейчас у меня дикое желание закончить все все что у меня есть а даже долговязы вот наверное так случается каждый год когда вот январь мне так кажется потому что в прошлом году мне кажется такая же была и в позапрошлом кажется тоже не знаю чем это связано может это какое-то внутреннее этом желание до начать чистого листа как как новый год вот начинается не замечала за собой таких прямо вот знаете прямых дан что типа вот надо не замечала но вот желание есть и от него я даже не хочу никуда в принципе деваться есть желание значит надо делать вот значит процессов пока еще не посчитала сейчас будем вместе считать буду рассказывать и считать что я беру с собой работу вот ну и потом в процессе там всего этого будем смотреть мои продвижения ну и что-то возможно болтать невозможно точно так первое что обязательно с собой возьму в работу это этот джемпер который у меня последнее время совсем плохо двигается в силу того что не хватает просто физически время на то чтобы как можно быстрее закончить но закончите конечно его хочу и и буду заканчивать это у меня джемпер из пряжи adelia casual вижу я по своему собственному мастер-классу задавали вопрос комментариях а где сам мастер-класс да то есть на канале не нашли это платный мастер-класс ссылочку на него и оставлю он лежит у меня на пусть и его можно приобрести и по видео мастер-классу связать там немножко другой вид да там футболка и она такая в полоску вертикальную здесь я немножко интерпретировала ну скажем так что просто по-другому это все выглядело до лицевая гладь и будут длинные рукава а так смысл тот же и все решет точно такие же это у меня хлопок с акрилом пряжа довольно интересная по своему внешнему виду потому что если не знать состава да если не знаете не видеть этикетки то можно решить что это какая-то там шерсть да или или даже может быть альпака но она такая мягкая вот вяжу ведь идет туго пряжа не совсем скажем так комфортная в работе она не эластичная и за счет этого я не могу просто-напросто разогнаться что меня в принципе и до в процессе вязания но чтобы делаешь ничего не поделаешь так смотрите у меня висит розовый маркер я поставила маркер засечку чтобы просто понимать сколько я за текущий день провязала я не буду на пол ряда вешать еще один маркер пусть уже висит здесь на вот этот розовым от него будем считать то есть это вот вчерашнее мое продвижение вот сейчас буду продвигать час и покажу но я не думаю что тут сильно много появится три-четыре ряда это я думаю потолок так это то что касается джемпера очень хочется как можно быстрее закончить он знаете как он как будто бы все тянет далее и другие процессы толком не вижу не заканчиваю и этот не могу закончить так дальше нужно обязательно брать в работу детский джемпер потому что я даже уже умудрилась про него забыть этот джемпер для максима из alize merino royal я думаю что за час который я себе отвела я успею просто белые вот эти полосы довязать до глубины горловины по переду и спинке и в принципе этого хорошего продвижения да вот можно будет потом уже выходные какие-нибудь заняться конкретно записями и продвижением вязание то есть у меня по выходным не хочется мне снимать не хочется не снимать не монтировать я могу вязать я могу писать я могу что-то там печатать на по работе но вот монтировать мне совсем не хочется поэтому может быть даже в эти выходные я сяду и немножко поработать с описанием которое обязательно надо выпустить это у меня alize merino royal давно я наверное не показывал этот процесс значит три цвета шафран полынь и молочные этот 192 этот 62 и если я ничего не путаю то это 02 то есть заканчивается на 2 я поэтому и запомнила значит изначально было 7 отков ну я думаю что они все у меня уйдут как раз получается что ну по идее мы успеем еще его в этом году поносить впереди весна да которая наступает к сожалению гораздо позже чем по календарю должна наступать но не должна как считается да по календарю поэтому все впереди плюс я вижу его немножко на вырост хочется чтобы на дольше хватало все-таки вязаных вещей но вот час так давайте повесим артик час там получается на вот этой половинки у меня белого еще нет молочного я закончила шафрановую полыненую полосочку по моему 20 да то есть а обрезана или не обрезана обрезана нить обрезана поэтому будем на этой половинке считать от начала белого вязания а на первую половинку я повешу маркирочек чтобы нам можно было посмотреть что я навяжу вешу не на кромочную петлю это неудобно в который раз я короче сколько раз я уже сама себя думала надо вешать не на кромочную все равно потом вешу на кромочную так обязательно обязательно я возьму с собой вышивку здесь мне нужно начать вышивать белый в три нити я думаю что как раз таки по часику в день и с этой работой я разберусь я начну вот с этого места да здесь у меня не хватает вот на крыше не вышит и крестики здесь почти все белые в три нити вот я думаю что если этот участок разошью а вот это условное обозначение да уже будет хорошо вот ну и потом уже дальше пойдет как как по маслом не буду фотографировать нет в этом смысла сейчас все равно много не продвинешься это от силы там но если в три нити вышивать то я думаю что я ну максимум три ниточки вышью это потолок если вышиваю в две нити то где-то одна ниточка хорошей длины занимает у меня 15 минут если схема хорошая ну смысле если нет такого жесткого разброса по схеме до бесконечные одиночные крестики так дальше я хочу с собой взять обязательно детские носки чего им лежать вот они один носок у меня полностью готов мы кстати вчера на макса примерили потому что я тут что-то начала сомневаться почему такие огромные носки до ребенку четыре года и вы знаете мы вчера примерили я бы не сказала что у него там какой-то слишком большой запас при этом мы примеряли на босую ножку то есть если бы на колготку как мы сейчас носим и в да то ну это буквально еще наверное пару месяцев и и эти ему будут тоже впритык значит нужно начать второй вот это и будет то что я успею сейчас взять то есть ну вот второго еще нет так это уже получается четыре ничего себе как я быстро до набираю с собой проекты так пятым процессом станет новый процесс я запустила совместный проект который называется клуб одиноких моточков не знаю выйдет ли вы или нет приглашение и мой старт и в клубе одиноких моточков я заявила вот такую пряжу это софия стопроцентно миксеризованных лопок здесь на 50 грамм 283 цвета 283 цвета хорошая палитра метра ну что ты хочешь как ты всегда вовремя вот 283 метра цвета у меня чисто белый номер 8 82 или 02 не знаю слушайте белого на в африке белого до его не сложно найти у меня таких два мотка я начну вязать салфетку ну как тебе не почесать начну вязать салфетку схему я нашла вроде там хорошее качество сброшу сейчас на телефон и начну ну и соответственно через часик покажу вам как подрос мой новый процесс по поводу клуба одиноких моточков я решила что я буду снимать отчетное видео которые будут выходить у нас раз в месяц формате ну такого типа вязального влога да то есть буду показывать там только те процессы которые относятся к непосредственно к совместнику вот это получается уже 5 ну и что не надо что-то еще взять кто-то тут уже мне порядки наводил код не знаешь кто бы это был джемпер я буду начинать на следующей неделе вот это у меня по новым процессом выбор то не сильно велик да но наверное я еще подожду с новыми процессами давайте я с собой возьму бордовый джемпер сколько уже он будет лежать это черри джемпер и надо его тоже двигать было бы здорово закончить его в этом месяце вдруг вы не видели как коты моются к вот коту не жалко он обязательно вам все покажет так тут как раз таки вот висит маркирочек я думаю что за час даже не думаю а уверена что за час я не продвинул до скоса в плеч то есть тут еще вязать и вязать золотистый маркирок висит вижу я рисом это у меня газал бэби коттон вот ну в принципе неплохо да три плечевых изделия вышивка и носочек и новый процесс чем есть над чем поработать буду подключаться по мере того как будет двигаться и и получаться подключаться в первую очередь даже не знаю за что возьмусь наверное все таки за джемпер да потому что хочется успеть и отснять продвижение до конца рабочего дня и еще успеть вечером с ним поработать в какой-то толстый иди двигайся хвост разложил тут так ну в общем то все шесть процессов больше брать не вижу смысла потом не совсем это удобно если честно снимать когда слишком много процессов вот ну что отправляемся работать увидимся в следующем подключении так первое подключение и первое продвижение прошел ровно час момента как я начала снимать видео я решила что не надо откладывать на завтра то что можно сделать сегодня на самом деле просто в этом я уже давно убедилась она так и есть и сегодня это только еще раз подтвердила что когда какой-то долгий промежуток времени не снимаешь видео и еще и не вяжешь хорошенько да то есть там какие-нибудь скромные продвижения то потом очень тяжело вернуться к ежедневным съемкам просто на просто нечего показывать поэтому я решила что я пожертвую одним днем хотя пока я вязала мне пришла мысль в голову чтобы я могла сегодня снять да и в общем то в общем решила я начать связание непосредственно и слушайте во первых все-таки когда дома никого нет никто не отвлекает это конечно милое дело вязать это первое что хотел сказать во вторых опять же вот удобство да то есть поза в которой ты сидишь от этого столько всего зависит и мы когда жили на первой квартире съемная да у меня компьютер стоял слева но мне было очень неудобно в процессе что-то там отвечать или смотреть почту потому что левая рука у меня совершенно не рабочая но зато было очень удобно в том плане что у меня слева стоял компьютер слева стояли стеллажи сейчас сейчас я перестановку подождите сделаю опачки так наверное мне так не влезет если я так сделаю значит у меня слева стоял и компьютер и стеллажи я по выходным очень хорошо вязала у меня тогда регулярно выходили блоги выходного дня прям с классными продвижениями секрет был один я когда поворачивалась налево чтобы повязать и посмотреть что-нибудь да там на ю тубе или какой-то фильм у меня была возможность вытянуть ноги в горизонт я в одну из полок там оставляла себе зазор стелила какую-нибудь там подушечку мягкую или какой-то там не знаю покрывала до чтобы можно было прям комфортно себя чувствовать долгое время и я просто с вытянутыми в горизонт ноги ногами в удобном кресле реально могла очень долго вязать мне ничего не болело никогда не руки ну понятно что если 5-6 часов вяжешь что надо делать передышку вот и сейчас мне этого очень не хватает потому что у меня компьютер стоит справа вот он да эти стеллажи по-прежнему слева вот и вот я сейчас просто без ничего вязала скажем так повернулась налево вытянула ноги слушайте и поперла вот я провязала но это конечно не супер продвижение но 1 2 3 4 5 6 рядов почти 7 вот он седьмой подбирается и клубочек у меня даже почти что закончился вот так что ну отлично я прямо я прямо удивлена и довольна собой и пока я это все дело двигала у меня появилась идея какое же видео могу сегодня выпустить даже его по ходу успевающий снять и смонтировать поэтому наверное сейчас немножко отвязание я отлучусь а сама пойду поснимаю и потом уже вечером вернусь к этому джемперу ну или не джемперу каким-то другим своим процессом будешь набрала надо двигать вот но в общем прямо знаете настроение появилось оттуда этого как-то было грустненько я грущу я знаю что в этом нет ничего страшного что не бывает что прям все постоянно хорошо движется но все равно грустно когда твоя основная деятельность связана с вязанием и ну как бы по долгу службы можно так сказать тебе надо хорошее продвижение показывать да и людей вдохновлять и готовыми работами скорости ну короче у каждого своя цель для просмотра видео моих вот и чувствуешь такую типа ответственность не ответственность за это дело поэтому стараюсь связать все равно даже если не очень хочется так ну что это первое подключение дальше не знаю чтобы следующим процессом посмотрим не буду загадывать поснимаю помонтирую а потом посмотрим уже это наверно будет вечернее вязание поэтому скорее всего что-то будет светленькое да потому что вечером темно и вязать не ну не очень особенно в такую по страну погоду так что до следующего включения еще один час работы я тут пыталась какую-нибудь типа фотку изобразить в инстаграм давно у меня ничего такого не было вообще я не не любитель и может быть больше не умеетель да если можно так сказать фотографировать но что сказать надо учиться если я не начну это делать то я никогда и не полюблю это дело да так что у нас по продвижению значит на самом деле у меня еще осталось пять минут времени по таймеру но там уже получалось так что дальше у меня пятка сама пятка то есть я клиент подъем даже уже вывязала само закругление и уже вверх вертикальная часть но и тут уже совсем не надо работать поэтому я не люблю останавливаться когда вот посередине спицы это совсем неудобно потом это и хранить неудобно а я собираюсь сразу после этого процесса переключиться на следующий сушить я не могу понять у меня почти что ну почти что да нет не почти что не что совпали секции я не подбирала то есть я даже когда закрывала носок я не сидела и не прикидывала что мне надо закрыть вот тут чтобы началась потом вон там нет я просто начала вязать и что у меня ну вот будешь специально подбирать не подберешь это конечно очень приятно но и вот тут тоже получается как раз вот пятка синим и вот они уже два ряда эти петельки даже даже вот есть одна пораньше за спицами не видно чем получится у меня одинаковые носки это хорошо конечно же это конечно никак не сказывается на теплоте этих носков но почему бы и нет вот ну получается что еще полчасика я бы на срок довязала то есть выходит что на пару детских носков если спокойненько там себе какую-нибудь интересную сериальчик или киношку вязать уходят в среднем 3 часа да вот на этот размер сейчас у меня у макса обувь где-то двадцать восьмого размера басу ножки или двадцать седьмого точно не могу сказать потому что если честно размерная сетка сейчас на обуви вообще пляшет у каждого производителя своя это так неудобно вот ну я думаю что я вечером сяду носок довяжу ну потому что вот ну оставлять такое прямо даже если честно смешно вот но с носками мы поработали и сейчас я должна определиться какой процесс я буду вязать следующие у меня есть еще как минимум на один процесс время целый час и я выбираю если честно между вышивкой к чему я больше склоняюсь и тем чтобы начать салфетку вязать да вот в общем за кадром подумаю об этом а пока что отправляюсь работать дальше так всем привет это будет последнее включение я покажу одним махом все свои продвижения за время которое прошло там уже следующие не снимаю да и так получается что я физически не успеваю продвинуть один из процессов заявленных поэтому покажу ну в общем получится у меня на одно продвижение меньше дело не дошло до детского джемпера ну в общем если честно я была уверена что все получится но я смотрю время уже у меня поджимает надо еще успеть обязательно смонтировать и выгрузить видео поэтому ну как есть не страшно пять часов тоже неплохо да лучше чем ничего и начну я с того что я очень рада кстати что я добралась до этого джемпера и мне удалось его совсем немножко повязать рис есть рис знаете есть ощущение что у меня поменялась плотность это грустно вот есть ощущение что ровно до маркера я вязала гораздо плотнее даже на просвет я вот сейчас смотрю и вот это полотно которого сегодня прогресса она прям рыхлая хотя это те же самые спицы я не знаю в чем проблема ну как бы до звоночек нефиг растягиваясь на годы взяла процесс свежих хотя мне кажется от долговязанных никто не застрахован ну по крайней мере я себе по-другому не представляю вот так в общем вот от маркера сколько тут провязано то 1 2 3 4 5 6 7 8 на 2 но где-то 15 рядов до получается всего лишь за час но быстрее я думаю что если бы я и быстрее взяла еще бы было хуже с плотностью вот что нужно я наверное думаю что нужно постирать не знаю почему это кажется что нужно постирать надо взять закрыть петельки и закинуть постирать пусть она растянется под своим весом чтобы у нас была какая-то более-менее четкая картина по плотности именно высоту шириной то так не так все грустно здесь получается 41 сантиметр на текущий момент но вот если она потянется сантиметра 43 я думаю о нет но не сюда 43 будет сегодня этим заниматься не буду и скорее всего уже до следующей недели отложу вот это дело потому что ну поиграли поиграли и теперь надо заниматься тем что реально хочется успеть до конца недели сегодня уже четверок вообще-то но вообще в целом неплохо даже 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 визуально клубок стал меньше чем был когда я к этому делу приступила так наверное нужно оставить на видном месте чтобы не забыть что я хотела постирать дальше и еще два продвижения это я начала салфетку вязать значит нашла схему у себя в компьютере у меня была сохранена схема в довольно неплохом качестве салфеточки по мотивам которые я когда-то очень давно канал у меня еще не было если в марте открывала в декабре и вязала это платье до канала у меня еще не было я вязала на заказ желтое платье я думаю что за давно смотрите вы уже тысячу раз видели эту фотографию но я вставлю еще раз в общем юбка у этого платья вот которая вот здесь да сейчас связано по схеме вот этой салфетки там правда если не ошибаюсь больше рапортов уже не помню как это было это очень давно было это уже было это было в 2015 году декабрь 2015 года я вязала вот и получается что теперь уже конкретно я вижу эту салфетку по этой схеме из того что я смогла найти в хорошем качестве и чтобы мне нравилось я в общем становилась на этой салфетке я бы хотела какую-нибудь другую но я не могу найти нормальных схем почему-то что-то у меня какие-то паленые ссылки или не очень хорошее качество здесь у меня 1 2 3 4 5 6 рядов всего лишь перевязывала вот этот третий ряд здесь столбики с двумя накидами с общей вершиной и в общем какой-то мне показалось что мало воздушных петель я распустила и добавила одну воздушную петлю чем не люблю когда скукоживается когда натянуты ряды тем более я хочу потом когда салфеточка будет готова ее заблокировать прям как положено до растянуть и даже возможно выставить ее на продажу потому что ну как лично мне салфетка точно не нужно да это у меня софия купно рядом может этикетку вы наверное я показывала вот такая пряжа из пряжи су я перемотала клубочек вчера села и вот участник ее продвинула всего в схеме да мама дорогая тут она большая а мне не хватит пряжи 51 ряд почему я была уверена что рядов 30 не больше я не знаю но мне так не хватит пряжи наверное ну ладно будем вязать как есть что теперь уже сейчас 50 с хвостиком рядов это по размеру наверное как моя голубая скатерть которую я не так давно закончила тоже мой такой довольно большой долговяз то есть но можно предположить да какая судьба ждет эту салфеточку распускать ничего не буду начала значит уже буду вязать что-то как-то вот здесь немножко менее нравится не могу понять что в общем будем вязать конечно все это очень миленько смотрится я люблю вязать салфетки это 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 было мое все детство в салфетках поэтому для меня это такая приятная ностальгия на которую мне даже времени не жалко ну как немножко конечно в глубине души жалко но понимаю что когда очень хочется надо себе разрешать так салфетка все понятно я буду снимать отдельно немножечко еще и влоги такие не знаю как это правильно будет называться про клуб одиноких моточков до совместный проект который запустила и там буду показывать уже скажем так выбор выборочно только по процессам и совместника продвижения хотя и в вязальных влогах конечно же иногда это будут циркать так салфетка час и последнее это вышивка ну тут я знаете что осталось очень довольна я конечно совсем не хотела этим заниматься но я взяла белую нить в три сложения и стала вышивать на заданном участке вот здесь да эти крестики значит во первых сейчас уже прекрасно понимаю что здесь мне работа часика на 34 и однозначно вот если 4 на 3 она будет зашита у меня остался свободным вот этот угол вот здесь довольно еще так ну не тоже довольно много работы то есть получается что в среднем если все прямо собрать в кучу здесь ну максимум 200 крестиков это немного вот даже наверное если бы не я даже не могу собрать сколько там цветов и здесь вот на этих участках но в общем смотрите я начала вот здесь вот этот участок зашит вот этот вот здесь есть белых тринити вот это вот это вот здесь вот это все вот тут вот тут и пошла наверх и вот здесь на крыше вот это довольно не то что прям огромный кусок но в общем вот здесь и сюда вверх я пока не ходила тут тоже будет трините тут получается что мне нужно заправить еще одну да вот этот кусочек дошить и потом я переберусь здесь еще будет такой тоже приличный кусочек это вот сам вот этот шар покажу да вот стенки шара до стеклянный как будто бы прозрачный шар вот сейчас я вышивала получается снег на крыше на елке и потом вот этот блик до от стекла скажем так тоже это белый в три нити снежинок немножко в общем по мелочи уже осталось вверху этого белого в три нити насколько я помню или нет или его совсем совсем чуть-чуть скорее всего вот здесь вот на ленточке вода буквально пару крестиков будет это прям в этой вышивке моё самое нелюбимое в три нити очень неудобно вышивать и даже не столько в этом проблема сколько когда все крестики довольно ровная и вот три нити вышиваешь нормально нормально ложится потом хоп и вот ты ничего не можешь делать его перекосила из-за того что просто тесно ниточком в этом этом маленьком отверстие ставьте если вышиваешь в три нити и вот сплошной какой-то кусочек то получится через это маленькое вот отверстие в конве проходит 3 на 4 12 ниточек прям до фигища на согласитесь вот ну и в общем такие продвижения вот честно скажу что после этого появилось желание вышивать дальше вот где была зарыта собака значит ровно час у меня ушел там буквально пару секунд типа три секунд очки лишняя но это вообще ни о чем и я вышила как я и говорила ровно две нити в три сложения да то есть ну вот или нет я говорила три наверное да ну в общем на две нити мне хватило времени но я вышивала прям так медленно осторожно просовывала ниточка путается в три нити почему-то чаще чем в две нити особенно с изнаночной стороны я вышиваю но без станков без ничего и одной одной рукой и и снизу и сверху вожу да то есть не делаю вот так вот не умею у меня не получается так вот так что процесс пошел назовем это так так не хватает здесь каких-нибудь блесточек вроде новый год уже прошел и елка уже убрана тематика все равно до сих пор манит вот это все были мои продвижения до детского джемпера к сожалению не хватило немножечко времени но расчет на то что я все-таки успею с ним поработать выходные если вдруг там у нас небольшого переключения семейно да возможно выходные мои уже не будут выходными вот посмотрим в принципе на этом все все равно считаю что все прекрасно новые процессы вышивка продвинулась самый сложный момент и и долговяз пошел в работу и джемпере я продвинула и носки максу повязала да вот поэтому как ни крути работа идет даже в таких условиях но идет в общем то все до завтра еще подумал что там вообще завтра желание есть выпустить мастер-класс по перчаткам но если я успею его смонтировать там довольно много монтажа он до полностью снят немножко там вступительное видео до концовочку это не проблема снять но опять же если завтра не получится так что мне придется по поликлинике бегать да потому что возможно старший сын поедет в санаторий в понедельник не еще не точно но если вдруг поедет у завтра у меня будет день беготни по документам в смысле по инстанциям за документами вот поэтому посмотрим что получится сегодня получилось и слава богу вот всем огромное спасибо за ваши просмотры ставьте лайки подписывайтесь на канал если вдруг еще не подписаны переходите по ссылочкам в инфоблоксе на бусти дзен канал да в общем-то по-моему там а инстаграм до инстаграм приходите я сейчас пытаюсь активно вести будет неплохо если вы меня там поддержите вот ну и в общем-то по-моему все что хотела сказать так ну что до новых встреч всем пока-пока а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»